Ой, ребята-демократы, продолжают пропагандисты вливать нам в уши информационный шум, лишь бы на реальные проблемы люди не отвлекались. История недельной давности, когда артист Ефремов сел пьяным за руль и погубил человека, получила продолжение. Ну, то, что Ефремов либеральная мразь, мы уже знаем благодаря Соловьеву, то, что все либерасты такие же тоже, теперь упырьки по окружению опального артиста пробежаться решили, а разоблачать бросились всех ефремовских друзей и собутыльников. Ну вот, например, Гармашу прилетело на Медни, сейчас все расскажу. Начинаем! Эти дети не такие, как все, они инвалиды, но они мало чем отличаются от других. Сегодня этим детям нужна наша помощь, кризис постучался в их двери. Общественная организация «Солнечные дети» нуждается в нас, таких детей немало, но нас больше. Так о чем я? Ах, я про Гармаша, которого на фоне случившейся трагедии тоже изобличить поспешили. Ну, видимо, дабы побольше грязного белья на публику вытащить, не уверен, правда, что у них получилось, вышло как раз по одному небезызвестному персонажу, вот этому. Причем делается все так, по принципу такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. На днях некий смешной типа расследователь из live.ru что-то там пытался расследовать, да такого бреда нагородил. Просто показать, хочу процитировать этого будущего лавриата Пулицера, или Путицера, Пулицера. Премия есть такая у журналистов международная, ну, там они сперва по самому Ефремову проехались, мол, сколько человек заработал на проекте «Гражданин поэт»? 11 миллионов насчитали, хотя на фоне, например, зарплаты Соловьева это вообще слезы. Но генералу от пропаганды, видите, можно миллионы рубить, а либералам нельзя. Но не об этом хотел сказать. Вот о Гармаше выступлениями в театрах человек заколачивает от 200 до 500 тысяч рублей в год. Видимо, это нас должно было шокировать. На самом деле, примерно от 18 до 40 тыр в месяц коррупционер прямо. Ага, вот, интересное. Зато за пределами сцены господин Гармаш поднимает совсем другие деньги. Так, в 2015 году за рекламу Почта-банка он получил почти 31 миллион рублей. Ну и Дарья по тексту, да ладно, серьезно. А вот теперь знаете, что самое забавное в этой ситуации? Дело в том, что Почта-банк только появился в конце 2016 года, а работать в полный рост, соответственно, и рекламироваться начал вообще в 2017. Ну, кого это волнует, верно? Да, главное, что друг либерала Ефремова Гармаш получал с того банка, видимо, загодя. Ну да, сначала, вероятно, рекламную кампанию запустили, кучу денег ухнули, а потом подумали, слушайте, а давайте под эту кампанию банк какой-нибудь создадим. Ой, господи, клоуны. Когда ж они хоть врать-то научатся по-человечески, я уже не говорю про работать. Этого тунеядцы из бюджетных СМИ в принципе делать не умеют, зато всех остальных постоянно тычут в идиотское слово «фейки». Печально другое. Шутам этим люди верят, и это действительно набат, поскольку пропагандисты, по сути, занимаются оскотиниванием своей аудитории. Если это государственная политика, то оное страшно. А это реальная журналистика, безудержные и лживые темы сегодняшнего выпуска. Ну и раз тему такую подняли, про равенство всех перед законом, в том числе и вследствие ДТП, на этой волне давайте и останемся. Бывшая мурманская чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ею ребенка. Зовут чиновницу Лилия Хоруженко, экс-сотрудница Министерства образования и науки, к слову. А случилось все два года назад, в июле 18-го, в деревне Юркино или Юркино. Мадам ехала по проселочной дороге на внедорожнике в какой-то момент. С примыкающей грунтовки на проезжую часть выскочил 11-летний мальчишка на велосипеде. Я уж не знаю, с какой скоростью дамочка двигалась, да еще, повторюсь, по проселочной-то дороге и куда вообще смотрела. Но среагировать не смогла. Итог. У ребенка диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, также были выбиты передние зубы. Папа и мама мальчишки не стали судиться, но там действительно спорная ситуация, а зря. Спустя год в суд пошла Хоруженко с претензией, мол, ребят, ваш сынуля мне машину помял. Будьте любезны, потрудитесь вынести. Явно неуютно чувствует себя в суде Генрих. Кажется, совсем не место здесь 13-летнему мальчику. Смотрит на папу и как будто просит прощения за то, что попал под машину. И по правилам оказался виноват. Выехал на велосипеде со второстепенной дороги на главную. Это произошло в дачном поселке. Дело закрыли, но через год хозяйка автомобиля, та, что была за рулем... Кстати, это единственный репортаж по поводу случившегося в Мурманской области тогда, в 18-м, который показали в федеральном телеэфире. Впрочем, показали его полгода назад, когда разбирательства только начинались. Решение же судья огласил в конце прошлой недели. И что-то как-то не заинтересовала данная история пропагандистов. Даже НТВшники не захотели продолжить, хотя уже начали. Очень сомневаюсь, что ребята просто забыли, забегались. Я сам работал в ящике. Когда журналист начинает вести какую-то тему, особенно такую остро-социальную, герои держат его в курсе каждого чиха. Звонят, пишут с утра до вечера, а у нас тут новости. А у нас что-то случилось, а завтра вот это будет. От них не отвертишься. Из чего делаю вывод. Коллеги поспешили с тем и съехать, действительно. Ну а какой чиновнице в данной ситуации можно рассказывать? Пусть и региональной. Когда тут такое? Сей губ-компании велено либерала Ефремова мочить. Да вы с ума сошли. Только представители пятой колонны в России ПДД нарушают. А суд у нас может быть исключительно беспристрастным и объективным. Неважно кто. Хоть кого касается, закон один для всех. Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин-убийца. Справедливости ради, конечно, скажу, если совсем по правилам, то да. Вот эта Харуженко все-таки по главной дороге ехала. Но, господа, мы с вами сейчас говорим о правилах, которые регулируют отношения взрослых людей. В данном же случае одним из участников ДТП стал 11-летний ребенок, который, к слову, пострадал еще и физически. Да и на велике мальчишка гонял не по трассе Е-95, по деревне ездил. Как мне кажется, в данном случае суд должен был учесть эти обстоятельства дела, но судили, как в России. Холопы барыня. К слову, а в курсе ли вы, что бывают такие чудики, которые специально дорожные аварии подстраивают, чтобы потом нагнуть жертву? А че это они делают? ДТП мучат. Я вам показал сейчас фрагмент из кинокомедии Вы Крутасы. Он действительно смешной, во-первых. Во-вторых, дети-беспризорники на хлеб таким вот образом зарабатывали. Наверное, и в жизни нечто подобное имеет место. Но говорим-то мы сегодня не об этом, не о киношных трюках и не о детских шалостях. Оказывается, и взрослые иной раз подобными вещами не брезгуют. Больше вам скажу. Пропагандисты, как выяснилось, таким образом картинку красивую для несведущего зрителя рисуют. Потом крик, шум поднимают. Смотрите, как со свободой слова нехорошие люди борются. Внимание. Есть такой специальный журналист по имени Павел Брыкин. Я знать не знал про его существование. Опять же, мне красноярские журналисты прислали историю. Это потрясающий чувак. У него есть специальный прием. Он попадает под машину. Вот он в Красноярске это сделал. И во Владивостоке. Представляете, все время случается с журналистом такая вещь. А какие-то люди, против которых он снимает репортажи, начинают давить его машиной. А на самом деле, конечно, все это противно. Противно, что средства массовой информации в нашей стране давно превратились в средства массовой деградации. Эфир заполнили хамы, лжецы, невежи, мужланы и хабалки. Все артисты, журналисты, политики и общественники общаются с аудиторией на фене. Смотришь, читаешь, слушаешь и думаешь, тебе бы еще голову побрить и в костюм спортивный облачиться. Ага, и цепь на шею. На которой в деревне собаки сидят только из золота. С колен мы, блин, встали. После 90-х в какую позу-то. Зато на бигбордах с рекламой поправок в Конституцию Пушкины изображают, мол, культура наша, все изображали бы вот этого Адольфика. Говорили, вот такую культуру мы вам предлагаем. Хотя, к кому я сейчас обращаюсь? Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Там больше серий этого сериала. Заходите, любопытствуйте. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.